Всем привет, с вами SilentTip и в этом коротком видео я расскажу вам, как изменить угол обзора камеры в программе SketchUp. Итак, вот у меня открыта модель, скачанная из открытой библиотеки 3D Warehouse. Если кому-то интересно, то ссылка на эту модель есть в описании под видео. Чтобы изменить угол обзора камеры, нажимаем в верхнем меню «Камера» «Зона обзора». В английской версии этот пункт называется «Field of View» или сокращенно «Fov». Думаю, кто играл в компьютерные игры и в частности в шутеры, знаком с такой настройкой «Fov». В общем, после того, как вы выберете этот пункт меню, ваш курсор изменит свой вид на увеличительную лупу. Нажав левую кнопку мыши и подвигав курсор вверх или вниз, вы сможете изменять угол обзора камеры. Здорово, не правда ли? Так выглядит большой угол обзора под 90 градусов. А теперь я уменьшу угол обзора почти до 10 градусов. Когда вы двигаете курсор и изменяете угол обзора, то этот самый угол в виде цифры пишется в нижнем правом углу программы. Этот самый угол обзора также можно забить вручную с клавиатуры. Например, пишу с клавиатуры 25 и нажимаю «Интер». А вот так выглядит 30 градусов. 40 градусов. Всё, что больше 40 градусов, по-моему, избыточно. Для меня норма – это угол обзора от 20 до 40. Ну и на этом можно было бы и завершить видеоролик. Но есть ещё одна мелкая, но важная деталь. Угол обзора – это не единая величина для всей модели. В модели одновременно может использоваться несколько настроек угла обзора. Они сохраняются в сценах. В двух сценах могут быть разные углы обзора. Покажу вам, как это работает. Для управления сценами есть специальное окошко – «Сцены». Запрятано оно в верхнем пункте меню «Окно», «Лоток по умолчанию», «Сцены». Чтобы создать сцену, нажмите в этом окошке на кнопку «Плюс». У меня одна сцена уже создана. Давайте создам вторую сцену, на этот раз с другим углом обзора и немного изменённым положением камеры. Скажем вот так – угол обзора в 80 градусов. Сохраняю эту сцену. Теперь переключаясь между сценами, я вижу, как моментально меняется угол обзора и положение камеры. Вы можете использовать этот приём, скажем, при создании видеопрезентации в SketchUp. На этом у меня всё. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, как изменить угол обзора в программе SketchUp. Всем спасибо за просмотр. Если ролик был для вас полезен, либо бесполезен, ставим пальцы вверх или вниз. Если хотите и дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал, чтобы YouTube уведомлён вас о выходе новых моих видео. Зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол. Перейти на главную страницу канала можно, кликнув по моему нику SilentTipDesign под видео. Когда именно на моём канале выйдут новые видеоролики, вы можете узнать из специально созданного для этого календаря. Ссылка у вас на экране. Также она продублирована в описании под видео. Если есть желание и возможность, то можете задонатить мне немного денег. Реквизиты кошельков есть в описании под видео. Также милости прошу посетить мои группы ВКонтакте и в Одноклассниках, где я выкладываю различные анонсы и голосования. Ссылки на группы у вас на экране. Также они продублированы в описании под видео. Ну и вы можете посмотреть другие мои обучающие видеоролики по программе SketchUp, которые уже вышли на канале. С вами был SilentTip. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok